Катание на тазах. Так отмечают сдачу экзаменов и успешную защиту дипломов выпускники одного из московских университетов. Студенты народ суеверный, заговаривают зачетку, могут не мыть голову перед экзаменом, чтобы не забыть материал. После штурма лекции интернета отдыхают и играют на гитаре, надеясь вытянуть счастливый билет. Я не верю, если быть честным, я не верю и не соблюдаю студенческие приметы, но видишь, как другие студенты кладут зачетку под подушку и спят с ней, либо пятачок под ногу. Это очень весело и подбадривает. От сессии до сессии живут студенты весело. Интеллектуальная мобилизация по подготовке к зачету или экзамену порой стартует лишь ночью перед сдачей. Спасает крепкий кофе и настрой на победу. Учим, как обычно, стараемся все сдавать вовремя, а так помолиться можно перед экзаменом. На что только не идут студенты, чтобы увидеть в своей книжке то самое зачтено. Существует примета, что если выглянуть в окно и крикнуть «Халява, приди!», то спасительный дух богини халявы спустится с небес на землю и задобрит даже, говоря студенческим языком, самого строгого препода. Халява, приди! Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Похвально. Матерые студенты со старших курсов часто относятся к учебе философски. Первокурсники же просто выгрызают гранит науки, боясь отчисления за неуспеваемость на первой же сессии. Моя соседка сдавала экзамен по биологии, и мы с ней сидели в рекреации. И она просто на протяжении часов трех, наверное, сидела и просто зубрила определение. Мне уже тошнит от ее биологии. У Татьяны Кузнецовой на этой неделе сразу три праздника. Побывала в роли именинницы, а сегодня в День Татьяны снова принимает поздравления. И, конечно, не забывает о своих тезках. Всех Татьян поздравляю от души с этим светлым, добрым, искренним праздником. К поздравлению присоединяется и команда нашего телеканала. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Итоги недели ННТВ.